К своему выступлению Мария Захарова готовила заранее. Вопросы представителю российского МИДа накануне брифинга присылали журналисты со всей страны. Поэтому и тема выступления обширны от положения в Алеппо до взаимоотношения с Украиной. Местных корреспондентов больше всего интересовала обстановка в Северной Корее, въезд иностранцев на территорию свободного порта и заключение мирного договора с Японией. Внимательно следим за развитием ситуации на Корейском острове. Глубокую озабоченность вызывают ракетные испытания КНДР, которые в последнее время проводятся все чаще. Напомню, 28 апреля, 13, 21 и 29 мая. Мы убеждены, что подобные шаги усугубляют напряженность в регионе. Стоит ли беспокоиться о своей безопасности жителям Дальнего Востока, Захарова не пояснила, но заверила, что в министерстве следят за ситуацией ежедневно. О решении вопроса ядерным путем речи не идет, а вот санкции в отношении северных корейцев уже применили. При этом российский дипломат подчеркнул, от тревогу вызывает поведение американцев. Их военное присутствие в Северо-Восточной Азии только наращивает конфликтный потенциал в регионе. Конечно, хотелось бы, чтобы с американскими коллегами этот вопрос обсуждался более плотно, но учитывая то, что сейчас происходит в Вашингтоне, вы сами прекрасно понимаете, что для них это сейчас не то чтобы не приоритет, просто у них даже еще возможности, не сформированные в частности в Госдепартаменте, для полноценного ведения этого вопроса. Вы слышали очень резкие заявления, но это все политические заявления, которые идут в русле неких предвыборных обещаний. Брифинг с Марией Захаровой проходил в рамках медиасаммита. На это мероприятие представители региональных СМИ съезжаются уже четвертый год подряд. Подобная встреча, но уже с бизнесменами на этой же площадке в ДВФУ состоится в сентябре. Речь идет о Восточном экономическом форуме. О повестке третьего ВЭФ упомянула и Мария Захарова. В общей сложности планируется принять вами, на вашей земле более трех тысяч высокопоставных официальных лиц и руководителей ведущих компаний, экспертов, представителей средств массовой информации из порядка 50 государств АДР и других регионов мира. В прошлом году на Восточном экономическом форуме было подписано 201 соглашение с иностранными партнерами на сумму свыше полутора триллионов рублей. Количество инвестиций, которые приходят в регион, возросло и за счет нового статуса Владивостока. Значение порта Франко для города можно оценить в заинтересованности зарубежных бизнесменов. За 2016 год шесть новых договоров о сотрудничестве. По словам представителя МИДа, запуск системы выдачи электронных виз для посещения свободного порта иностранцами запланирован на 1 августа. Валерия Белоус, Дмитрий Сухоруков, Новости на Восьмом.